Рад приветствовать в нашем эфире Игоря Яковенко, журналиста. Приветствую вас, Игорь. Здравствуйте, Петр. Ну вот вы прочитали, возможно, или слышали, по крайней мере, об этой статье в New York Times, которую сейчас разрезают на куски, анализируют и украинские СМИ, и Медуза, и кто только не анализирует о том, что... Как вообще планировалась эта операция, о том, как Кремль трижды откладывал наступлению на Украину в последний раз в середине февраля, о том, как это происходило в таком формате полной секретности. Вот если вы знаете, о чем я говорю, читали эту статью, что-то для вас было в ней удивительно? Вы видели в ней что-то для себя, чего вы еще не знали? Да нет, в общем, чего-то такого неожиданного я там не нашел. Меня больше заинтересовали статьи генерала Залужного, его публикации в целом ряде изданий. Вот это мне показалось важным. Вы экономисты, да. Ну давайте тогда хорошо. Я просто скажу от себя, что я читал про эту большую статью в New York Times. Вы знаете, если для кого-то на Западе, там, наверное, и было удивительно прочитать то, что происходило в Украине в первые месяцы войны, насколько была не подготовлена российская армия, понятно, что здесь мы уже давно это знаем. Но чем важна эта статья? Для меня это тот факт, что она является такой очень полезной компиляцией всего, что, собственно, происходило. Но, разумеется, статья, о которой вы говорите сейчас, в «Экономисте» от генерала Залужного. Вот какую долю вы видите в том, что он написал именно расчет на западную аудиторию? Потому что, собственно, и в Украине много очень рассуждений на тему того, что он написал Залужный. В частности, его прогнозы о боеспособности российской армии, что она хоть и плохо оснащена и страдает от многих проблем, тем не менее, готова воевать в долгую и продолжать исполнять приказы царя, как выразится наше главнокомандующие. Ну, прежде всего, это вот еще раз, это уже вторая такая существенная увесистая публикация Залужного, которая говорит, которая предостерегает вот такого шапка закидательства, потому что вот мы все находимся в информационной войне, мы находимся в своих информационных пузырях. И, в общем, как-то в наших информационных пузырях очень многие впадают в такой грех пренебрежения, так сказать. Ну, всегда хочется показать врага, вот этот путинский фашизм, глупее, чем он есть на самом деле, слабее, чем он есть на самом деле. И ресурсы, которые у него есть, отрицаются, говорится о том, что вот, ну, собственно говоря, как вообще может еще хотя бы пять минут существовать такой глупейший режим, который состоит исключительно из идиотов, из людей, которые нарушают все законы логики и так далее. Говорят, сплошные глупости или и тому подобное. И вот этот грех пренебрежения к врагу заложено как раз опровергает. То есть он как бы предостерегает против этого греха и как раз говорит о том, что нет, у врага есть ресурсы. Да, все, что мы видим и говорим о враге верно, но, тем не менее, враг достаточно по-прежнему еще силен и может натворить массу бед. Кроме всего прочего, заложенный четко говорит, что нужно ему для победы. Вот он, как главнокомандующий украинской армии, четко объясняет, что ему нужно для победы. Это тоже достаточно важно, по крайней мере, это прямой, ясный посыл Западу, что нужно для того, чтобы Украина победила. И, кстати говоря, здесь это важно еще и потому, что позиция Запада, она ясна, что Запад поддерживает Украину, безусловно, он на стороне Украины. Но позиция Запада не ясна с точки зрения того, как Запад видит победу Украины. Вот что такое победа Украины? Победа Украины – это вытеснение врага с украинской территории. С какой территории? До 24 февраля или же на границе 1991 года? Вот есть очень сильные сомнения, что для многих политиков на Западе позиция, что Россия должна отступить на границе 1991 года, является безоговорочно верной. По крайней мере, ну вот, там, позиция Киссинджера совсем другая, совсем другая. И есть такое подозрение, что, в общем-то, и руководство Соединенных Штатов Америки тоже готово поддерживать Украину, безусловно, и поддерживает, и без этой поддержки ничего бы, конечно, мало что было бы, но нет уверенности, что вот именно готовность в том числе дооккупировать Крым, поддерживать в плане дооккупации Крыма. Ну, еще один вопрос очень важный. Хорошо. Отбросили даже на границе 1991 года. И дальше, что если в том случае, если все-таки путинский режим переживет это поражение, фактически это означает, что война продолжится. Только линией фронта станет 2500-километровая граница между Россией, Украиной и Украиной и Белоруссией. То есть, по сути дела, война продолжится. Ставит ли перед собой задачу Запад уничтожение путинского режима? Вот здесь я могу довольно твердо сказать нет, не ставят. И здесь вот есть различие между все-таки, так сказать, или там ставит ли Запад задачу как-то не уничтожить, а хотя бы ограничить путинский режим в его милитаристской сущности. Скорее всего, тоже нет. Хотел бы, но такой задачи явно не ставят. Здесь масса вопросов. Игорь, знаете, что меня удивляет во всем этом? Ну, во-первых, возвращаясь к позиции Киссинджера, он, в принципе, повторяется. В начале войны он говорил, что, наверное, нереалистично будет отвоевывать оккупированный в 2014 году Донбасс и Крым. Надо как-то вот этот вопрос решать в референдумах. И Илон Маск говорил о подобном что-то, тоже его формула была похожа. Но, собственно, мне кажется, они просто элементарно не понимают, что это вопрос для Путина не решает. То есть, что ему показать для сохранения своего лица своим элитам, в первую очередь. Я про население это молчу. Никто с ним, понятно, не считается с его мнением. Типа, вот что, мы вошли, потеряли 100 тысяч человек, получили многие тысячи санкций, были откинуты в развитии на десятилетия назад, чтобы что, вернуться на те же позиции? Они, ну, я не понимаю, в чем здесь логика. А также я так вижу, что они просто даже не, наверное, недооценивают уровня украинофобии вообще и дискурса, который сейчас имеет место в России, на телеграммах, на федеральных каналах. Собственно, то есть, в принципе, вот этот курс геноцида, украинства и Украины как таковой, он уже взят. И я подозреваю, что они просто или игнорируют, или несерьезно к этому относятся, когда предлагают вот такие миротворческие инициативы. Ну, мне представляется, помимо того, что вы сказали, я с этим на 100% согласен. Согласен. Действительно, для Путина, вот, ну, то есть, вот все эти предложения и предложения, там, ну, я не говорю уже об Илоне Маске и предложения Киссинджера, и, ну, такая позиция, в том числе и лидеров Запада, она, правда, постоянно компенсируется заявлениями о том, что в конечном итоге все будет решать Украина. То есть, эти реверансы, они есть, но в то же время, в общем, постоянно проскальзывают, что, ну, надо бы как-то все-таки договариваться. Непонимание того, что договариваться не с кем. Здесь вот договариваться не с кем, потому что для точки компромисса нет. Нет ни одной, вот, можно договариваться, когда у тебя и у собеседника есть хоть какой-то пятачок, там, квадратный миллиметр, на который общего понимания ситуации, на которую можно опереться. Здесь этого нет. Для Путина есть одна ясная, понятная цель – Украины не должно быть. Это совершенно очевидно, просто не должно ее быть. И это озвучивает и сам Путин, и несколько более прямо озвучивает его, так сказать, вот это вот информационные войска, которые постоянно говорят о том, что не должно быть никакой Украины. Не только, там, Донбасс, Луганск, там, Херсон, ну, это то, что удалось захватить, но вообще, в принципе, только до западной границы. Причем там подавляющее большинство вот этой вот информационной обслуги, они идут дальше. Они идут, говоря о том, что знамя победы должно быть возражено над Рейхстагом в Берлине. Это открыто говорится. И это не шутки, это не фигура речи, это именно так они думают. Вот, поэтому там нет точек компромисса и какой-то общей площадки для того, чтобы дальше можно было разговаривать. Есть еще один такой пустяк, который совершенно упускают в виду эти миротворцы. Пустяк называется Украина. Значит, потому что для Украины совершенно невозможно прекратить войну, не отвоевав своих территорий. Просто совершенно невозможно. И это, безусловно, и позиция Залужного, это и позиция Зеленского, но что самое главное, это позиция украинского народа. То есть здесь ни малейшего шанса найти какую-то, так сказать, какую-то возможность разговаривать между Россией и Украиной в том виде, в каком они сейчас находятся, эти страны, это 100%. Такой возможности нет. Поэтому вот эта проблема серьезная. Запад, к сожалению, этого не понимает. Ну, по крайней мере, нет такого человека по фамилии Запад, это понятно, но, тем не менее, подавляющее большинство политиков на Западе, включая Макрона, прежде всего Макрона, но и в Соединенных Штатах Америки тоже, там, генерал Милли, например, который говорит, что сейчас надо идти на переговоры. Ну, тоже большой вопрос. Ну, я уж не говорю, там, Папа Римский, там, и так далее. Киссинджер, то есть непонимание того, что, вообще, более того, я бы сказал так, непонимание того, что 24 февраля изменило мир. Мир совершенно в другом состоянии находится. Он находится в другом агрегатном состоянии. И вот это непонимание есть у многих, что называется, вот наших братьев по либеральному, демократическому и протестному по отношению к Путину разуму. Вот, я это встречаю постоянно, в том числе у своих коллег, журналистов, которые, так сказать, и блогеров, аналитиков, которые пытаются осмыслить то, что происходит. Мы находимся совершенно в другом состоянии мира. И это состояние мира, оно определяется совсем другой Украиной, ну и, простите, совсем другой Россией. То есть Россия, которая была до 24 февраля, ее больше нет. Это совершенно другое образование, другая страна. И там другой тип личности доминирует. Я не утверждаю, что все люди там, как зомби, значит, друг друга перекусали и превратились во что-то другое. Но доминирующий тип личности в России сейчас совершенно другой. Это уже человек путинский в таком кристаллическом состоянии. Ну, опять-таки, да, просто завершая эту тему, Игорь, ну, опять-таки, все-таки сложности, трудности перевода, как, знаете, название известного фильма, что бы там ни писало Нью-Йорк Таймс, вот, опять-таки, это статья, на которую составился, и подробные анализы российской пропаганды, и тест, которые выдвигаются на федеральных каналах, все равно, как бы, понятно, что во всей своей красе, и во всеуслышание просто западная публика не слышит того мракобесия и украинофобии, призыва просто к уничтожению украинцев физическом уже, которые из каждого утюга сейчас слышны в России. Или, по крайней мере, они недооценивают этого, и поэтому вот этим можно объяснить, их наивную веру в то, что все-таки еще какие-то разумные переговоры между нами возможны вообще. Ну, разумеется, хотел бы спросить вас по поводу этой рабочей командировки Путина, первой, если не ошибаюсь, за три года, в Минск, по приглашению Лукашенко, вот, официальная, собственно, цель, это интеграционное взаимодействие в рамках союзного государства, вот, в администрации Лукашенко сообщили, что будут обсуждаться вопросы безопасности, экономического взаимодействия, меры реагирования на возникающие вопросы, и т.д. и т.п., абсолютно понятно ни о чем, такой камуфляж, ну, и вот институт изучения войны, в присущем им формате такого, знаете, глаголящего капитана очевидности, возможно, пишет, что все-таки эта встреча является частью усилий, что призваны создать информационные условия для нового этапа войны против Украины. Вот, вы продолжаете наставить о том, что все-таки Лукашенко будет продолжать петлять, или все-таки какие-то возможные уступки он Путину в этот раз таки и сделает, и какими они могли бы быть? Ну, собственно говоря, здесь уступка может быть только одна. Это вторжение белорусских войск в Украину. Это единственная уступка, которую ждет Путин. Это единственное то, чего пока Путин не добился от Лукашенко. Все остальное Лукашенко Путин уже дал. Лукашенко уже сдал страну Путину полностью. Страна, фактически Путин хозяйничает в Беларуси. Единственное, чего не произошло, это не произошло полноценного, полномасштабного вторжения белорусской армии на территорию Украины. И это, ну, в связи с тем, что, я думаю, такой нерешающий, небольшой, но все-таки успех российских спецслужб, это убийство Макея. Это важное достижение, потому что именно Макей был длительный период опорой Лукашенко в плане его многовекторности, потому что Макей с его авторитетом, с его связями в Европе, он, безусловно, обеспечивал эту многовекторность Лукашенко. И сейчас, после того, как Макея нет, Путин гораздо свободнее может опираться на... То есть Лукашенко стал уже полностью путинский. То есть ему уже, так сказать, никаких шансов там на Западе кому-то понравится, нет. Я думаю, что вот в ходе этого визита Путин еще раз пытается как-то склонить Лукашенко к тому, чтобы, ну, что называется, уже последние, последние барьеры пали перед вот этим вот окончательным шагом, который Путин от него ждет. Кстати говоря, я вообще не уверен, что с точки зрения рациональности Путину имело бы смысл его в этом, Лукашенко в этом уговорит. Потому что то, что белорусская армия, во-первых, небольшая, во-вторых, не имеющая опыт войны и достаточно слабая, ну, по всем оценкам, она будет довольно быстро уничтожена у украинской армии. Не в том случае, если Лукашенко все-таки ее бросит на территорию Украины. И в этом случае существует большой риск, что Путину придется просто защищать Лукашенко в его собственной стране полностью и целиком. Потому что, в общем, поддержки у него и так немного в Беларуси. Но после того, как, если и когда украинская армия перемелет белорусского, а это неизбежный результат вторжения, после этого настроение изменится, ну, и исчезнет поддержка у силовиков. Так что придется просто полностью, что называется, брать под полицейский контроль Беларусь, для того, чтобы там не произошла смена власти. Так что с точки зрения рациональной, конечно, Путину не надо бы насиловать дальше Лукашенко и не надо бы его побуждать к этой войне, вступлению в войну. Вот Центр национального сопротивления пишет, что, собственно, что пытается, чего пытается достичь во время этого визита Путин, это получить контроль над белорусским оборонно-промышленным комплексом для дальнейшей агрессии против Украины. Ну, то есть, вот это возможно то, что ищет Путин. И насколько это перспективно, учитывая, что и так, в принципе, Путин очень, ну, изрядно, скажем так, опустошил оборонную, скажем так, с оборонной мощности Беларуси, все время войны идет выкачка, собственно, выкачивание танков, другой тяжелой бронетехники и так далее. Ну вот, сейчас мы читаем, что все-таки Путин пытается взять под контроль ВПК Беларуси. Что вы про это думаете? Вы знаете, я просто не знаю, в какой степени Путин уже получил контроль над белорусским ВПК. Я думаю, что вот это он в состоянии будет из Лукашенко выбить. Потому что здесь, ну да, действительно, это... Если там что-то еще осталось, что не под контроль на Путину, то да, Путин, скорее всего, постарается это сделать. И я думаю, что это уж точно он от Лукашенко получит. Так, хорошо. А что вы скажете, Игорь, по поводу в целом сейчас, то, что мы видим визит якобы Шойгу, опять-таки, мы говорим якобы, потому что ничему верить нельзя. Любой картинке вполне может допустить, что этот визит этот состоялся в другое время, и не состоялся вообще. Ну вот, тем не менее, якобы посетил фронт Шойгу, а Путин в это время тоже оказался в каком-то штабе, в штабе, сейчас скажу, встреча Путина с российским командованием была. И вот о чем это свидетельствует. То есть в том же институте изучения войны, в принципе, предполагает, что это может быть свидетельством того, что все-таки готовится к концу зимы, и может быть, к началу весны новое полномасштабное наступление. Вы знаете, это все-таки несколько разных вопросов. Один из вопросов, это вопрос факта. А была ли это надзорная контрольная миссия Шойгу на фронт? Ну вот, вообще, судя по тому, что было за окном, когда Шойгу бдительным глазом смотрел в иллюминатор, и что-то там, ну вот если, о, вот как раз вот этот пейзаж меня несколько смущает. Очень уж он зеленый такой, да, для сезона. Как-то, как-то это не декабрьский пейзаж. Я, естественно, не очень такой. Хотя, в общем, в Украине я бывал в разные времена, и, насколько я понимаю, сейчас все-таки в Украине поверхность земли выглядит несколько иначе. Поэтому я думаю, что это несколько месяцев назад. Вот, то есть это очередные консервы, скорее всего. Ну, это, собственно, не имеет никакого значения, потому что Шойгу не имеет... То, что делает Шойгу, имеет очень относительное значение в плане военном, потому что он не руководит боевыми действиями, он не руководит армией, и в значительной степени это просто человек, который очень доверенное лицо Путина, который поставлен надзирать за процессами в вооруженных силах, но никак не руководит ими. Ну, и вы говорите, я знаю, что ваше мнение, Игорь, что он является, в принципе, и очень удобным козлом отпущения, потому что Шойгу как бы олицетворяет собой все неудачи российской армии. Не будет Шойгу, как бы все так задумываются, а кто же на самом-то деле виноват? Ну да, то есть Шойгу это, в общем, такое, так сказать, удобное существо для того, чтобы можно было свалить. Но я думаю, что Путин Шойгу не сдаст. Потому что для Путина Шойгу, кстати говоря, как и Лавров, вот эта парочка, значит, военная политика и дипломатия, самые чудовищные провалы и в той, и в другой сфере, но это люди как бы очень доверенные. И я думаю, что Путин ни того, ни другого не сдаст. Хотя это, конечно, напрашивается по итогам года. Если разбираться, что произошло, то понятно, что самые чудовищные провалы именно в сфере военного ведомства и дипломатического. Но это Путин не был бы самим собой, если бы сдал вот этих очевидных виновников. Вот, поэтому миссия Шойгу, я думаю, что это вообще, ну, какой-то там, я не знаю, факт в его биографии, непонятно, когда бывший или не бывший, это, в общем, малоинтересно. Ну, и тем более, что вот этот вот бдительный взгляд в окно, что он там контролирует, непонятно. Ну, в общем, это имитация, скажем так. Если не ерничать, то вот просто это какая-то вот, какая-то потешная имитация. Что же касается визита Путина, ну, он должен же как-то демонстрировать, что он чем-то руководит. Вот он приехал в этот командный пункт. Значит, что же касается, это вот вопросы, касающиеся непосредственно поведения и местоположения физических тел Шойгу и Путина. Но более важная, другая часть того вопроса, который вы обозначили, это действительно ли будет какое-то наступление. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Потому что, ну, вот сейчас как-то так или иначе, хочет или не хочет Путин. Путин, конечно, не хочет подводить какие-то итоги года и смотреть вопрошающим взглядом в 2023 год, ему это невыгодно. Там ничего хорошего для него нет ни в итогах 2022, ни тем более в перспективах 2023 года. Именно поэтому Путин отменил все ритуальные мероприятия, значит, большую пресс-конференцию итоговую, отменил ту, ну, или, по крайней мере, отложил на неопределенное время обращение к федеральному собранию. Это, кстати, конституционная норма ежегодная. Здесь уже такие специально обученные юристы у нас в России объяснили населению, что то, что в 84-й статье Конституции написано, что Путин обращается с ежегодным посланием, это совершенно не значит, что он должен делать это каждый год. Понимаете, вот ежегодно, это не значит, что каждый год. Вот я бы не смог так, а Клишес смог. Это такой специальный человек, который объясняет абсолютно все, что угодно, что делает Путин. Ну, короче говоря, можно увернуться от вот этого подведения итогов, но невозможно увернуться от того, что происходит реально на фронте. Я думаю, что Путин понимает, что нужно что-то менять. И, конечно, попытка учинить какое-то большое безобразие у Путина будет. И в этом у меня сомнений нет никаких. Другой вопрос, чем это кончится, но это отдельный вопрос, больше, скорее, к генералу заложному. Ну, вот, да, то, что вы сказали по поводу ежегодного собрания, знаете, то есть оно по конституции ежегодное, но может проходить там и раз в два или в три года. Вот абсолютно по Орвелу все происходит в стране, в которой, собственно, Орвела и изымают. Помните, в начале войны, да, когда арестовали человечка, который просто бесплатно раздавал 1984 повесть Орвела. Разумеется, но если ты живешь в стране Орвела, ты тоже сделаешь все, чтобы люди не узнали об этом, где ты именно живешь. Ну, а тогда, то есть, в принципе, используя принцип лезвия Акама, отмена присухи Путина и его встречи с своими элитами, что тоже очень такая была всегда драгоценная для элит возможность, вот объясняется очень просто, просто страхом, да, и нежеланием объясняться за неудачи и отсутствием того, чем можно, собственно, похвастаться. Ну да, ну что-то надо... Конечно, у Путина всегда найдутся слова, с помощью которых он может объяснить. Понятно, что там печенеги, половцы, так сказать, миллионы лет Россию угнетали, сейчас она воюет с НАТО, это понятно, это все, весь этот набор звуков известен, очевиден. Но все равно что-то надо сказать по поводу того, что, ну, понимаете, сам факт, когда ты рассматриваешь 2022 год, становится понятно, что все, что он намечал, там, сбережение народа, да, значит, это была цель. И сейчас, вот, кстати говоря, он тоже выступал, там ставил шесть задач, и шестая задача, самая главная, это сбережение народа. Ну, ничего себе, сто тысяч легло в украинский чернозем, значит, еще там миллион уехало от мобилизации, это вот как раз он сберег таким образом народ. Ну и далее, по пунктам можно просто смотреть. Значит, в конце года, 15 января прошлого года, Путин велел НАТО отползать, собирать монатки, отползать до границы 97-го года, в результате НАТО расширяется. Путин заявляет о демилитаризации и деноцификации Украины, то есть, по сути дела, об уничтожении Украины, украинской армии, а получает то, что украинская армия сейчас, ну, самая боеспособная в мире, если считать не только вооружение, там по вооружению, конечно, нет, но по умению воевать, это, ну, самая сильная армия в Европе, это совершенно точно. Вот, получил прямо противоположное. Собирался политически уничтожить Украину, вместо этого получаем Украину как самая сейчас концентрацию всеобщего поклонения, любви и уважения. Страна, которая пользуется максимальным уважением и поддержкой во всем мире. То есть, везде в Европе, в жилых домах, в квартирах висят украинские флаги. И, так сказать, диаметрально противоположная ситуация по отношению к России. Россия стала токсичной. Любой обладатель российского паспорта на сегодняшний момент – это подозреваемый. Вот просто реально. Любой обладатель российского паспорта – это подозреваемый. И он должен доказывать, что он на самом деле не фашист. То есть, здесь презумпция невиновности уже не действует. Это то, что сделал Путин в результате всех своих действий. То есть, он добился прямо противоположных результатов по отношению к абсолютно всем вопросам, которые он затронул. Все, к чему он прикасался, превратилось в прямую противоположность. Ну и как? И как он должен это объяснять? Как он должен это… То есть, понятно, что он не хочет вот этого разговора о 2022 году. Ну и что касается 2023 года, что его ждет, если заглянуть в этот 2023 год? Там, Ж7 собирается устраивать международный трибунал и привлекать его к уголовной ответственности за его преступление. Об этом поговорим. Или, так сказать, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки запущена резолюция о том, что Байден инициировал, так сказать, прекращение исполнения России полномочий в качестве члена Совета Безопасности. Понятно, что это пока такая история с достаточно непонятной перспективой, потому что в Организации Объединенных Наций нет механизма, так сказать, лишения полномочий членов Совета Безопасности. Но, тем не менее, вы знаете, если нельзя, но очень хочется, то можно. И, возможно, разные варианты, возможны процедуры, связанные с тем, каким образом Россия стала членом Совета Безопасности после распада Советского Союза. Почему именно это произошло? То есть, ну, разные процедуры возможны. В конечном итоге решения принимают люди. И поэтому вот такая угроза тоже существует. Хотя пока она не очень просматривается, но все меняется. Вот. Объявление России, значит, страной-спонсором терроризма и так далее, все это прослеживается. Поэтому вот эта цифра 2023, она тоже складывается для Путина как крайне-крайне неприятная. Смотреть в эту сторону не хочется. Ну, отменить Новый год у него не получится. Видимо, все-таки под елочкой он что-то скажет. Ну, вернее, не под елочкой, он запишет какую-то, сделает какую-то консерву и выставит в телевизор. Ну, здесь он в режиме тоста, он сможет что-то сказать, такое духоподъемное. Опять-таки, про печенегов, про половцев, про войну со всем миром и так далее. Но вот вообще, на самом деле, вот почему с такой безумной неистовостью путинские войска штурмуют Бахмут? Нужна хоть какая-то победа. Нужно топливо для патриотизма. Патриотизм на холостых оборотах долго работать не может. Нужно топливо. На чем сейчас вот может выезжать патриотизм? На каких грандиозных успехах? Ну, что? Ну, торжественное героическое взятие енота в Херсоне, значит, это уже тема исчерпана. Значит, его судьба пока неизвестна, но, в общем, это уже отплясали, отрадовались. Что еще? Какие еще героические подвиги совершила российская армия за последнее время? Поэтому нужно что-то. Поэтому я думаю, что какая-то попытка наступления будет. Мне кажется, пропал звук у нас, друзья. Да, сейчас он, вот всю секунду он вернулся. Отлично. Но, смотрите, если сравнивать духоподъемность, да, и вот капитал духоподъемности, который получил Путин для своего режима в 2014-м после аннексии Крыма с Бахмутом, ну, камон. Абсолютно несопоставимые величины, да. То есть, я понимаю вашу логику, да, но Бахмут – это уже разрушенный город в абсолютно депрессивном районе, который покинуло большинство населения, в котором разрушена индустрия, в принципе. То есть, ну, опять-таки, будем говорить, что действительно, ну, пообмельчали сейчас, скажем так, ставки. Но, опять-таки, на безрыбье и рак рыба, да, и вот из Бахмута сделают очередной Мариуполь, уничтоженный город, освободят, и скажут, что вот, своих не бросаем, и возвращаем, и укрепляем. А вот что по поводу заявления, возвращаясь к этой статье в New York Times, было очень серьезное там заявление, что якобы между обеими странами буквально месяц назад между американцами и США, и россиянами была встреча, и россияне донесли такую вот, по сути, депешу от Путина, что Путин готов проглотить 300 тысяч убитыми, и вообще Россия не сдастся, нам не важно, сколько бы там ни погибало. Вот как вы это расцениваете, как часть такого некого ИПСО, или Путин действительно уверен, что так и есть, и не только он готов, мы-то понимаем, что он готов, но и что россияне, не пикнувши, пойдут в топку украинской войны? Ну, опять-таки, что такое россияне? Я думаю, что что касается доминирующей, господствующей вот такого антропологического типа, который сегодня в российском публичном пространстве доминирует, то да. Вот очень характерно недавнее выступление депутата Госдумы, народного артиста России Певцова, который заявил о том, что россияне принципиально отличаются от всех других народов тем, что они умеют очень хорошо умирать, и много умирать. И это действительно особенность. Вот человек путинский, он существенно отличается от человека советского очень многими вещами. У него нет идеологии, нет светлого будущего, нет там много чего. Он очень такой злобный, мстительный. Этим он отличается от человека советского, в том числе, при всем там, при всем том кошмаре, который большевики сотворили с народом. Но еще одно существенное вот это отличие, это действительно такое вот труположество, это любовь к трупам. Вот эта любовь к трупам, она очень сильно отличает. Потому что, вот смотрите, человек советский, он как-то не воспринимал количество трупов, положенных в ходе войны, как доблесть. И Сталин скрывал количество убитых во время войны, называл там цифру 7 миллионов, потом была цифра 20 миллионов. А сейчас, чем больше, тем лучше. Там называется цифра 42 миллиона. Совершенно несообразно, этого, конечно, нет. Нет такого количества жертв. Но это количество жертв называется как признак доблести. Вот героизм измеряется количеством трупов. Вместо того, чтобы обвинять командование, которое положило столько людей, так сказать, на алтарь победы, вместо этого гордиться надо количеством трупов. И вот это вот выступление Певцова, на самом деле, артиста по совместительству депутата, оно, мне кажется, очень характерно. Да, действительно, 300 тысяч, да, что там, мало, давайте, миллион. Вот миллион убитых, это будет то, чем можно гордиться. Поэтому совершенно точно, Россия сегодня обладает абсолютным иммунитетом к количеству жертв. Абсолютным иммунитетом. Россия проглотит и 300 тысяч, и миллион жертв, не вопрос. Это не остановит. А остановит другое, остановит поражение. Вот миллион жертв не вопрос, пожалуйста. А вот, так сказать, деоккупация Крыма, это серьезно. Потому что вот в российской, это, кстати, не только человек путинский, не только человек советский. Это издавна такая вот особенность такой вот психологической матрицы, которая в России существовала. Она, естественно, не генетическая, она связана с особенностями институтов. Но для России всегда была важна территория и не важны люди. Вот постоянно, как только возникал вопрос обменять человеческие жизни на территории, всегда выбиралась территория. Всегда. И в случае там, во всех, во всех ситуациях. И во Второй мировой войне, когда нужно было, надо было закидывать трупами просто противника. И там, в финской войне, когда, значит, вот, ну вот, зимняя война перед Второй мировой, когда, так сказать, закидывали трупами ради того, чтобы кусок Финляндии оттяпать. То есть территория важна. Вот поражение в виде, так сказать, деоккупации какой-то территории, это может стать важным. Трупа нет, сколько угодно. Ну, собственно, это, как один живой классик сказал, это такой территориальный фетишизм. Да? Да. Я про вас сейчас говорю, если не ошибаюсь, вы как раз и сказали, Игорь. Вот это емкий такие термин, который хорошо это объясняет, если не ошибаюсь, еще вот. А, Станислав Белковский называет это вообще все российское государство, корпорации по охране территории, собственно. В таком же духе. Ну и Путин, как бы, опять-таки, если Киссинджер и Илон Маск Путина не читают в переводе его текста, его выступления, постоянные отсылки на Петра Первого, как он брал территорию той же Ингерманландии, которая вообще даже и не подозревали, что она может стать российской. Как она стала, и все с этим потом согласились, так и сейчас он сделал Азовское море внутренним озером России. И вот и похвастался, последнее вот хвастовство, что ладно, мы там от Херсона отступили, он это не говорил, но он просто про это не сказал. Зато у нас теперь есть внутреннее озеро под названием Азовское озеро. Ну да, и вот это хвастовство, что присоединили четыре территории, ну там, правда, насчет четырех уже большой вопрос, но тем не менее, это, кстати говоря, такая серьезная проговорка, потому что ведь изначально не было разговора о том, что целью войны является оккупация новых территорий. Не было этого, изначально об этом не говорилось, более того, он говорил, что нам не нужны новые территории. Оказывается, нет, нужны. Оказывается, это вот большая главная заслуга и главная радость, что, так сказать, еще оккупировали какое-то количество земель. Ну, мало же земель у России, да, Россия маленькая страна, не хватает очень земель. Вот, значит, все освоено, все заселено, каждый квадратный сантиметр российской территории возделан, ухожен. Жизненного пространства не хватает в России. Маленькая страна, что же делать? Тесно. Вот, поэтому вот нужно обязательно полить кровью и вот эту совершенно разрушенную территорию Донецка, Луганска, значит, там, Запорожской области, без Запорожья, Херсонской области, без Херсонской области надо обязательно присоединить. Вот это то, чего не хватает. Ну, мы знаем, как заканчивать страны, режимы, которые находятся в поисках, постоянных поисках Лейбинзраум и ставят на кон этого жизненного пространства все. Есть этот прецедент и мы с Игорем солидарны здесь, что этим все закончится и для российского руководства. Спасибо большое, Игорь, что были с нами, друзья, журналист Игорь Яковенко.